Ну что, друзья, первая фотоловушка и первая удача попался медведь. Этой весной, находясь на тихой охоте, я решил поставить фотоловушку на медведя. Что в этом биотопе живет медведь, я знал еще с осени. В начале мая и в конце июня я посетил это место. Помимо медведя попались и другие животные. Кто это был, вы узнаете в этом видео. Короче, заблудился столько травы, что непонятно, куда мне идти. Вот это да! О, смотрите, муравейник весь разбит, кстати. А, как? Медведь. Весна. С появления первой растительности появляются первые грибы. Вылазка в лес в надежде собрать первых весенних грибов, эльфовая чаша, да заодно поставить в новом месте фотоловушку. А вот и первые грибочки. Саркосцифа алая. Вот они спрятались под листвой. Надо еще, конечно, подождать несколько дней, когда они больше вылезут, но тем не менее их много. Какие крепенькие. Грибочек такой съедобный. А вот еще парочка только расти начинают. Вот еще работа дятла желна. Грибов я собрал немного. На ужин мне хватит сегодня. А больше и не надо. Между тем, в лесу, а сегодня, 15 апреля, появляются первые зачатки зелени. Здесь солнечная сторона, поэтому трава здесь растет очень быстро. Вот сюда явно приходил Мишаня. Разворотил муравейник здесь. Там все сломано. Может здесь фотоловушку поставить? Может еще когда-нибудь придет? Негодяй этот. Я сегодня взял в лес три фотоловушки. Одну из них я поставлю у этого муравейника. Наверняка это работа медведя. Вот здесь сушина поломана. Весь разграблен. Это, конечно, было не этой весной, скорее всего. Раньше, но медвей здесь есть. Велика вероятность, что он придет сюда. Снизу, конечно, картинка будет хуже, но тем не менее. Посмотрим, что выйдет. Ловушку ставлю напротив. В надежде, что никого из животных она не заинтересует. Спустя две недели я вновь оказался в этом месте. Интересно, кто нам все-таки попадется? Ну что, дошел до первой фотоловушки. Поставил я у этого муравейника. Вот она. Сейчас будем смотреть, есть кто там или нет. Барсук есть. Замечательно. Сюда он приходит. 800 файлов. Это очень подозрительно на самом деле. Из животных попался только лишь барсук. Зато птиц днем было столько много, что камера снимала нон-стопом. И, увы, памяти хватило всего лишь на неделю таких съемок. Поэтому несколько недель я не знаю, что здесь происходило. Что ж, поставим карту памяти побольше и вернемся сюда через несколько недель вновь. Прошло целых шесть недель. И, наконец, у меня появилось время вновь побывать в этом месте. Путь к водоловушке получился очень непростой. Приходится идти по траве высокой. Ну, здесь кабаны, видимо, ходили. Или медведь. Кропа так набита немножко. Воп! Лучше бы я пошел в старой дороге, конечно. Чем этой. Воп! Короче, заблудился столько травы, что непонятно, куда мне идти сейчас. Фу! Так все поменялось кардинально тут. Все заросло. Сюда, может? Ой, я. Вряд ли. Ну, давайте сюда спустимся. Короче, заблудился я немного. Фу, блин. Не там где-то хожу кругами, уже минут 15. Как все заросло. Ничего не узнать. Абсолютно. Вообще кусают во всю тварь. Не пни, оводы. Ага, вроде бы правильно иду. Вот, вышел на тропу подобие звериную. Вроде как. Вон там он, вон там она, да. Это очень неплохо, что так все заросло. Или не здесь. А, не здесь, здесь. А может мне здесь, слушайте. Вообще, ах тут просто. Где она? Нет, не здесь. Я уже заблудился, откуда я вышел. Ой, мое. Или вон там вот. Так заросли. Нет, не здесь. Точно не здесь. Надо туда идти. Да, вот это я проблему себе создал. Фу, не могу найти, где в столовушку установил. Вообще пипец. Да блин, да где-то здесь же, елки-палки. Где этот муравейник? А вот оно, господи. Вот это да. О, смотрите. Муравейник весь разбит, кстати. Весь в хлам снесен. Было бы классно, если бы кто-то попался в фотоловушку. Шикарно, шикарно. Хорошо, что фотоловушка на месте еще осталась. Вряд ли это медведь, конечно. Сейчас посмотрим. Включается. Значит, батарейки хватило. Вот хватило ли как-то памяти, это уже другой вопрос. Очень странно. Ну не, вот кто-то приходил вон. А, как? Медведь. Медведь, ребята. Сюда приходил медведь. Вот он, медведь. Медведь не зря поставил. Это медведи работа. Не зря я поставил у муравейника. Ну что, друзья, первая фотоловушка и первая удача. Попался медведь. Хозяин леса, наконец-то в этом месте. Я знал, что он есть, и он, наконец, мне попался. Установил я фотоловушку прямо у муравейника в надежде, что он придет, потому что муравейник был целый. Так и случилось. Мишка пришел. Весь муравейник снес. То есть, муравейник был бы здесь. Вот, как видите, капитально он здесь поработал. Вот сейчас муравьи упорно работают. Все будут восстанавливать здесь. Но он обязательно придет еще раз. Вот, муравьи работают вовсю. Вот. Поэтому оставляем здесь же фотоловушку. И теперь вернемся ближе к осени. Как вы видите, чуйка меня не подвела. Медведь вновь вернулся в это место. Забегая вперед, скажу, что осенью в этом же месте мне снова попался медведь. Только поменьше. Но об этом в следующих фильмах. Также попалась в фотоловушку лесная куница. Сейчас бы еще выйти здесь. Потому что вообще ничего не видно. Куда идти, непонятно. Давайте пойдем туда, где поменьше кусок. О, в лес. Здесь нормально. Зато я точно могу быть уверен, что сюда за лето никто не придет. Потому что идти достаточно сложно. И скусают. Кусают фиг с ним. Но травы еще летом будет больше. Намного. Сейчас буду смотреть, осматриваться на предмет клещей. Потому что хожу уже 3 часа. Если зашел в видос, ставьте лайки. Подписка, если подписан. И до новых встреч. До новых встреч.